I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. Not this time! Not this time! Всем привет, ребята! Это Алена Веновна. Так как в прошлый раз вам понравился мой ламповый блокнот, и вы просили еще таких вещей, ну а также, так как скоро приближается сезон снова в школу или на учебу, я решила снять еще одно ламповое видео, посвященное канцелярии. Некоторые из этих идей я увидела на сайте Pinterest, некоторые придумала сама. В любом случае, очень надеюсь, что вам понравится это видео, и вы захотите что-то повторить. А еще мы сняли две классные распаковки сюрприз-коробочек на нашем лайв-канале. Это было очень весело и интересно, поэтому обязательно переходи по ссылке в описании, смотри эти видео, а также подписывайся на наш лайв-канал. Ты мне покажешь все. Подолу меня! Я с пластика только открою. Стой! Только с пластика. Ну и что ж, давайте уже приступим к видео. Итак, нам нужны три обычные ручки с прозрачным корпусом. Выточим пасту и горячим клеем заклеим ее. Мне не нравится ее попка, поэтому сделаем ей небольшой апгрейд, как Ники Минаж. Готово! Теперь нам понадобятся разные блестяшки, разноцветные и разной формы. Будем засыпать их в середину. Для этого я использовала обрезанный край от шприца, в качестве такой леечки для блестяшек. Проталкиваем все внутрь при помощи иголки. И теперь по известному сценарию добавим красителя в водичку и наберем совсем немножко. Ну а также нам понадобится небезызвестное детское прозрачное масло. И первым в нашу ручку мы запускаем именно его. И теперь добавим немного воды с красителем. Так, не забудем нанести сильный клей, для того, чтобы ничего не протекало и все хорошо скрепилось. И закрываем нашу первую ручку. Сделаем вторую. Сюда я решила добавить уже золотых блестяшек. Так вы можете экспериментировать с самыми разными цветами и формами. Ну и по сценарию добавляем треть масла и смешиваем краситель. На этот раз я выбрала зеленый. Вуу, какой цвет! Набираем небольшое количество и добавляем нашу ручку. Две трети теперь у нас заполнены. Подклеим и завершим наше творение. И вот что у нас вышло. Ручки у нас получились очень яркие, а также они очень интересные и симпатично переливаются. Вы можете использовать любые цвета и любые блестяшки. Если все аккуратно и правильно сделать, они полностью функциональны. Не будут протекать и только наоборот радовать глаз своими ламповыми переливами. Только советую вам изначально взять ручки, которые вам очень нравятся. Теперь вам понадобится контейнер под блестяшек для ногтей. Он нам нужен пустой, поэтому мы все оттуда его высыпем. Я решила добавить немного красных звездочек и серебряных блестяшек. Ну а также совсем чуть-чуть синего красителя. Тут главное не переборщить. Ну и по традиции добавляем прозрачное масло. Нам нужно оставить чуть-чуть воздуха. По краям мы добавим немножко суперклея, чтобы ничего не протекало. И крепко закроем нашу крышечку. Смотрите, какая красота у нас уже получилась. А если ее взболтать, то получатся вот такие вот классные пузырики. Теперь возьмем большую стирательную резинку. Прочерстим размеры нашего кружочка посередине. И в конце ля с пен ножом по контуру мы ее вырежем. Если резать будете перпендикулярно столу, то все сразу получится. И вот что у нас с вами вышло. Вставляем в середину наш контейнер, можно даже без клея. И вот наша ламповая резиночка готова. Она полностью сохранила свою функциональность и стала ламповой и няшной. А когда вы будете ее использовать, в ней будут появляться пузырики. В общем, как по мне, очень крутая штука получилась. Плюс это было совсем не затратно. Ну и опять же, вы можете сделать совершенно разные дизайны. Все зависит от вашего творчества. Ну и какая же канцелярия без блокнотов, правильно? Свой я хочу сделать мятно-розовый. Правда, на камере выглядит как зеленый. Но в любом случае, обворачиваем наш блокнотик в цвет или в паттерн, который вам нравится. И я выбираю форму круга, Михаила. И канцелярским ножиком вырезаю серединку. И вот что у нас получилось. Берем крафтовую бумагу или бумагу для выпечки. Прорисовываем кружочек и оставим расстояние, которое мы не будем запаивать. Ну и запаяем все точно так же, как было в предыдущем видео про блокнотик. Если вы не смотрели, то обязательно посмотрите, она клевая. Ммм, добавим теперь розовый краситель. Просто магия какая-то. Ура! У меня получился чисто ровный кружочек. И добавим, конечно же, прозрачное масло. Ну и также оставим совсем чуть-чуть воздуха. Ну и аккуратненько запаяем остаток. Отлично! Вот какая милая няха у нас получилась. Примеряем ее к нашему кружочку. И если все подходит, то приклеиваем. Правда, если не подходит, то я не знаю, что делать. Должно подходить, в общем. На первой страничке, в середине круга, вы можете нарисовать или написать какую-нибудь надпись. Ну а также с внешней стороны я решила сделать небольшую обводку. И вот какая прелесть у нас получилась. Рыбка в розовой воде. Это, конечно же, может быть не только рыбка, а любой другой рисунок или надпись. Я вот написала Алену Веном, по-моему, получилось очень круто. А если взболтать эту штуку, получается прикольные пузыри. Только будьте очень внимательны и очень аккуратны с этим блокнотом, чтобы ничего не растеклось. И да, мне он показался все-таки недостаточно клевым, поэтому я решила еще прорисовать кружочки. И вот окончательный вариант нашего с вами блокнота. Это, наверное, мои самые любимые цвета. Розовый и мятный. Здесь можно столько всего придумать. Этот круг немного похож на иллюминатор. Вы могли бы сделать космос, тетрадь и рыбку в шлеме у космонавта. А также добавить внутрь блестяшек или еще чего-нибудь. В общем, опять же, я просто вам подала идею, а у вас полный простор для творчества. Напишите мне в комментариях, какой из этих трех DIY вам понравился больше всего. А также не забудьте перейти по ссылке в описании и посмотреть мой DIY-блокнот с уточками, если вы еще не видели. Ну и посмотреть распаковочки на моем лайв-канале. Спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Я вас очень сильно люблю и целую. Пока-пока!